В Америке профильный комитет Сената утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря. Теперь принять решение предстоит всей Верхней Палате Конгресса. Контролируют ее республиканцы, так что проблем возникнуть не должно. К тому же многие из тех, кто раньше критиковал Тиллерсона за слишком тесные, по их мнению, связи с Москвой, это, например, сенаторы Джон Маккейна и Марко Рубио, теперь готовы кандидата поддержать. Очевидно, не последнюю роль в этом сыграли и заявления бывшего главы Эксен Мобил во время выступления в Сенате. Он, в частности, дал понять, что считает нашу страну, цитата, «недружественным соперником», но выразил надежду, что Вашингтон и Москва не станут врагами. На этом фоне новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно если речь идет о борьбе с ИГИЛ. Президент ясно дал понять, что он будет работать со всеми, кто разделяет нашу заинтересованность в победе над ИГИЛ. Не только на фронте национальной безопасности, но и на экономическом фронте. Если есть путь, позволяющий нам бороться с ИГИЛ вместе с любой другой страной, будь то Россия или какое бы то ни было иное государство, конечно, мы этим воспользуемся. Также сегодня стало известно, что предварительно одобренное и предложенное Дональдом Трампом кандидатура Уилбура Росса, короля банкротства, так миллиардеры прозвали за умение заработать на разоренных компаниях, профильный комитет утвердил на пост главы Министерства торговли. А ранее к присяге привели нового главу ЦРУ. Им стал бывший конгрессмен от штата Канзас Майкл Помпео. Что касается другой спецслужбы ФБР, то там, судя по всему, смена руководства не планируется. Об этом сообщает американская пресса. Якобы Дональд Трамп предложил Джеймсу Коми, который некогда вызвал гнев предыдущей администрации, когда за считанный день до выборов возобновил дело о переписке Хиллари Клинтон, остаться в должности главы бюро. Сам 45-й президент США, между тем, продолжает отменять указы своего предшественника. Сегодня Дональд Трамп подписал уже пять документов, в том числе о возобновлении энергопроектов, замороженных Бараком Обамой.